Если у нас 20 тысяч, то тут должен быть свой кардиолог. Я про это говорю. Сейчас такая задача не ставит, потому что проблем нет. Но только людям не очень удобно, пока я понимаю. Нехватка узких специалистов, отсутствие вентиляции, долгое время ожидания своей очереди к врачу. Проблем в Одинцовской поликлинике номер 3 немало. С ними жители обратились в общественную палату. Реакция не заставила себя долго ждать. Сегодня инспекцию проводит Евгений Мартынов. Насколько медицина доступна и удобна и своевременно для пациентов. Дело в том, что мы не врачи. Наша задача – посмотреть глазами пациента, абсолютно объективным взглядом, незамыленным, на ситуацию в том или ином медицинском учреждении. Он лично пообщался с посетителями поликлиники и узнал, как обстоят дела. Выяснилось, что более 40 тысяч человек обращаются в медучреждение. Из них 23 тысячи являются пациентами диспансерного учета. В поликлинике работают около 30 специалистов разного направления. Этого недостаточно для такого количества пациентов. Другая проблема – неудобное расположение кабинетов. О ней сообщила председатель окружно-общественной палаты Марьяна Кристалинская. Ну, грубо говоря, рентген-кабинет – это тоже, скажем, невидимизация. Ну, это не всегда переломы. Не, я понял, о чем ты хочешь сказать. Что логично, чтобы он был на первом этаже. Кроме этого учреждения, также зампред общественной палаты Московской области проверил поликлиники в Голицыне из Венигороде. Инспекция проводится с целью узнать обо всех насущных проблемах по здравоохранению в Одинцовском округе и в дальнейшем представить их на специальном форуме, который пройдет 27 мая. Примечательно то, что в этом мероприятии личное участие принимает первый зампред правительства Московской области Светлана Анатольевна Стригункова. Это человек дела, который приезжает на форум для того, чтобы дать конкретные поручения и решения. Очень приятно, что первый зампред правительства, как раз она курирует блок здравоохранения, она сама отвечает на все вопросы. Поликлиники номер 3-3. Такую оценку дал Евгений Мартынов медучреждению. Все нарушения и проблемы зафиксировал. Их вынесут на обсуждение во время медицинского форума.